Отличная идея и заставка, используемая вот на этом канале. Да, сколько угодно можно твердить то, что граждане СССР на референдуме высказались за сохранение единства государства. И по сути, вверхнуть нас опять в гражданскую войну. Но куда более продуктивным будет разобраться с тем, а что нам всем собственно нужно. И чем на самом деле был тот же СССР. Ведь он был сформирован с идеей отмирания. На этот раз как раз государство. И как это не удивительно, эта идея во многом была реализована в СССР. Ведь почти все исторически значимые достижения СССР во многом были реализованы вопреки политико-идеологическим глупостям советских властей. А в тех же 90-х, кстати, россияне были просто брошены на произвол судьбы теми же властями. Другое дело, что у властей СССР были и вполне определенные достижения, среди которых особо следует выделить курс на индустриализацию страны. А также на всеобщую грамотность, без чего не было бы и победы над фашизмом и достижений в космическом пространстве. Не было бы и самого весомого достижения советского народа. А именно того раскрепощение живой энергии масс, которое привело к возникновению огромного количества новшеств, а отнюдь не к той вседозволенности, под которой сейчас подразумевается раскрепощение живой энергии масс. Но, к сожалению, в СССР раскрепощение живой энергии масс опиралось на крайне примитивные формы взаимопомощи населения, вершиной которой были всем известные кассы взаимопомощи. Эта форма денежной взаимопомощи населения помогала людям выживать. И это при том, что на ее основе можно было организовать массовую внедренческую деятельность, которой было бы под силу не только спасти тот же СССР, но и обеспечить человечеству необходимый научно-технический прогресс. Имея в виду, что с нынешним уровнем научно-технического прогресса с нынешней практикой игнорирования наиболее эффективных новшеств человечество долго не протянет. И в этом плане не о бодании с нынешними властями следует вести речь, а об использовании в полном объеме той практики, которая позволяла советскому народу достигать вполне определенные успехи вопреки, опять же говорю, политико-идеологическим глупостям властей. На использовании этой практики, в свою очередь, на основе использования в полном объеме всего имеющегося потенциала денежных взаимоотношений. И ориентируясь на внедрение абсолютно всех новшеств.